Почему без маски? Я только взошел, снял меня. Максим Коваленко пытается оправдаться и вроде на первый раз его прощают. Маску пассажир надевает незамедлительно, сразу же после замечания сотрудников полиции. Однако жители Самары предупреждают, если подобное повторится, вновь отделаться предупреждением не удастся, придется выплатить штраф. Андрей Викторович, как же так получилось? Почему без маски-то? Не на вас. А вот водителю маршрутного такси Андрею Афанасьеву сегодня повезло меньше. Увидев сотрудника транспортного предприятия в салоне авто без маски, правоохранители приняли решение о составлении административного протокола. Мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей. Точную сумму взыскания установят в суде. Такой стала расплата за беспечность и нежелание следовать постановлению губернатора и требованиям регионального Роспотребнадзора. Рейды по контролю за соблюдением масочного режима во всех видах транспорта проходят ежедневно. Утром, вечером, в часы пика, межпиковое время. При участии сотрудников полиции, департамента транспорта, добровольной дружины и компаний-перевозчиков. И так уже второй год. Но если в сентябре 2020-го количество выездных проверок составляло 30 в неделю, а с марта 2021 года 60, то в последнее время организуют не менее 80 рейдов еженедельно. Только за прошедшие 7 дней проверили 1858 транспортных средств. Из салонов высадили 161 пассажира. Составили 14 протоколов. Следовать правилам и соблюдать масочный режим должны все. И не болевшие вовсе, и недавно переболевшие новой коронавирусной инфекцией, и вакцинированные граждане. Вакцинация не освобождает от ответственности, потому что маска в первую очередь – это защита других граждан от переноса инфекции. И вакцинированный гражданин, он может являться переносчиком инфекции. Для того, чтобы этого не случилось, для этого мы носим маску. В транспортных предприятиях есть практика привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности, лишения премиальных за месяц. В частности, за прошлую неделю в одном из автотранспортных предприятий выявлено два кондуктора, которые проигнорировали правила. В одном из этих случаев служебная проверка была инициирована после сигнала, поступившего от пассажира. Обращения принимаются по телефону горячей линии и через социальные сети. Если в ходе рейда дело дошло до протокола, штраф грозит не только водителям и кондукторам, которые игнорируют правила. Компания-перевозчик также может быть наказана рублем. Если для физического лица предусмотрены санкции до 30 тысяч рублей, то для транспортных предприятий, то есть юрлица, штраф существенно выше. И штрафы там немаленькие, поэтому, собственно говоря, руководство не заинтересовано в получении штрафа, поэтому мы работу разъяснительную проводим. Все ответственные руководители, в том числе, будут привлекаться в дисциплинарную ответственность. В настоящее время перевозчики принимают все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством, а с кондукторами и водителями проводят необходимый инструктаж. Рассказывают, какой алгоритм действий выбрать, если пассажиры категорически отказываются от ношения масок. Жителям города в очередной раз напоминают, средства индивидуальной защиты нужно надевать еще на улице, до входа в салон. Это убережет других граждан от возможного инфицирования и освободит от немаленьких штрафов за нарушение масочного режима. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.